Привет-привет, друзья! Вы на канале Китай-Сити. С вами я, его ведущий Владимир. На обзоре у нас с вами будет вот такая вот большая длинная посылка, в которой находится портативный раскладной столик. Столик этот очень легкий и, как пишут в комментариях покупатели, он должен быть довольно-таки очень крепкий. Давайте приступим к распаковке и будем делать обзор. Я сегодня это все буду делать на кухне, так как посылка, содержимое посылки очень большое и в комнате мало места застало. Такой вот большой пакет, пакет нам больше не нужен. И вот как выглядит содержимое этой посылки. Вот такой вот чехол. Снимаем этот чехол. Так, теперь смотрим. Вот так вот выглядит этот стол в сложенном состоянии. И давайте теперь попробуем его разложить. Слаживается и крепится липучкой. Так, вот это основание стола. Есть несколько видов столов, несколько расцветок. Я выбрал черную расцветку, так как она... По отзывам в комментариях меньше всего видно, допустим, какие-то пятна грязи. Вот тут стоят металлические вставки. И ткань вот эта вот, она довольно-таки плотная. Это синтетика такая. Четыре металлические вставки по всей длине. И еще это маленький размер стола. Есть там столы побольше размером. И сам каркас стола. Каркас из тоненьких таких трубочек. Но они не сильно тонкие. Это, скорее всего, алюминий или какой-то сплав алюминия. Или другой какой-то сплав. Но сам материал, металл, имеет стенку, стенки примерно 1 миллиметр толщиной. И очень-очень легкий. Размаживается он вот таким вот образом. Так, как, 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 вот так, да? Вот таким вот образом размаживается. А вот есть ребра жесткости. Они вставляются вот таким вот образом сюда. Так же самое с этой стороны. Вот сюда вот так вставили. И вот такой вот примерно столик по высоте находит. Так, давайте теперь накинем верхушку. Так, тут вроде что-то неправильное сделал. Сильно выпирает эта часть. Ага, тут есть специальный штырь. Вот тут внутри. Внутри есть специальный такой штырек, в который нужно попасть вот этой вот дырочкой. Вот этим вот отверстием. Тогда стол не будет размаживаться в неподходящий момент. Сейчас я попытаюсь попасть. Все, я попал. Так же самое с этой стороны. С этой стороны получилось сразу. Одеваем стол в верхушку стола. Так, есть. Вот на первый взгляд кажется, что этот стол такой неустойчивый, не крепкий вообще совершенно. Но мы сейчас протестируем его на прочность. Сколько он может поднимать груза, выдерживать вернее. Так, в натяжку все. Оба! Да, очень хорошо как все натягивается. И вот такой по высоте стол. Примерно 35 сантиметров. Где-то 55 на 40. Где-то, кстати, размеры не есть. Да, вот тут есть размеры. Значит, по длине, по ширине он 56 сантиметров. Вернее, по длине 56, по ширине 43 и высота 38 сантиметров. И получается вот такой вот столик. Довольно-таки крепкий. За счет того, что хорошо так натягивается. И вот тут стоят вот эти вот ребра жесткости, которые мы одевали по бокам. Стол очень такой упругий. Я вам уже сказал, что он очень хорошо может выдержать груз. Давайте протестируем сейчас, как он выдерживает груз. Так, вот я вот приготовил. У меня тут есть такая вот тяжелая штука. Это бутылка на 5 литров. В ней настаиваются сливы. То есть, соответственно, бутылка весом 5 килограмм. То есть, как вы видите, стол хорошо держится. Даже если поставить на край, стол не переворачивается. Да, скорее всего, сама бутылка упадет, но стол не перевернется. Вот такая вот прочность этого стола. Давайте попробуем что-нибудь более тяжелое. Берем примерно такую же бутылку, но весом в 10 килограмм. Это 10-литровая бутылка, в которой настаивается смородина. И, как вы видите, стол отлично выдерживает вес в 10 килограмм. Я думаю, что еще даже одну бутылку весом в 10 килограмм может выдержать. Боюсь, не знаю, какая у него грузоподъемность. Но, как вы видите, 20 литров жидкости он выдерживает на ура. Ладно, давайте не будем мучить стол. Люди, когда идут в поход, они или на пикник, они же, конечно, с собой не будут на этот маленький столик накладывать 20 килограмм еды. Ну, а по размерам, сколько он помещает на себя там тарелок, давайте попробуем, сколько же тарелочек. Вот так, да. Ну, примерно 4 человека может за ним сесть. Ну, и тут поставить там, допустим, к примеру, какую-нибудь бутылку. Ну, а рюмочки по бокам. То есть, в походном варианте вот такой вот столик самый оптимальный вариант. Весит стол примерно грамм 300 в чехле. Он очень легкий. Так что, друзья, такой столик я всем рекомендую. Столик мне очень понравился. Он хоть и маленький, но, как вы видите, на 4 человек отлично подходит. Так что, я его всем рекомендую. Ссылку на магазин продавца, где я купил этот столик, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Это маленький столик. Есть столики такого же плана, только повыше и побольше столешницы. Тоже должны быть крепкие. Обязательно закажу, и мы тоже с вами сделаем обзор. Ну, а так-то мне про этот столик добавить больше нечего. Всем, кому интересен этот столик, можете посмотреть на странице у продавца. Его расцветки, его размеры и другие варианты. Ну, а мы на этом, друзья, будем заканчивать это видео. Всем, кому это видео понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok